Всем добра. Шел я тут по лесочку, встретил мужичка одного. Помоги, говорит. Дикари приходили, говорит, всю водку выпили, мужиков разогнали, женщину вели, дети разбежались. Я тут типа король, а подданных не осталось. А за это, говорит, любое твое желание выполню. Ну как отказать человеку? Вот и пошел по лесам бродить. Все тщательно записывал и в конце получилась очень подробная карта. Сама деревушка находится в самом центре локации, а враги окружили ее со всех сторон. Для начала вернем домой женщин. В каждом из лагерей людоедов в клетке сидит по одной аборигенке. Найти их не составит труда, лагеря большие и мимо них захочешь не пройдешь. Свободу честным женщинам Амазонии! Заодно не забудьте разломать все постройки в этих лагерях. Не только хижины, а вообще все, что там построено. Вождь выскажет респект и уважуху. Женщин вернули, теперь покажу, где искать раненых мужиков. Эти дурики перепелись, подрались с людоедами и разбежались по джунглям. Сидят теперь страдают. Да еще и выпендриваются. Такая повязка им не подходит, это не нравится. Как дал бы по выбритой лысине. Короче, их всего пятеро. И искать этих упырей нужно вот в этих местах. Дальше дети. Малолетние засранцы самое неприятное. Их не просто надо найти и поймать, но и привезти обратно. Точнее не привезти, а принести. На себе. И всю дорогу они будут орать благим матом. Ладно, хоть на их крики никто не реагирует. Заткнись ты! Заткнись! Если эти краснозады сейчас прибегут, я сначала их убью, а потом сам тебя съем. Кстати, один раз ребенок помог мне найти решение легенды с велосипедом. Я просто хотел этого упыренка со скалы сбросить, чтоб он орать перестал. Попробовал сначала сбрасывать с края, но он цепляется и никак не хочет падать. Пришлось залезть на поваленное дерево, чтоб удобнее было. И тут смотрю, велик в лианах запутался. Как он тут оказался, ума не приложу. Сбросил пацана. Но тот уцепился за мою ногу и утянул меня с собой. И не поверите, но это помогло. Он по крайней мере на какое-то время перестал орать и убегать. Сидел, бормотал себе что-то под нос. Правда, продолжалось это недолго. И самое геморройное, что пацанят надо не просто донести до деревни, а чуть ли не в руки шаману передать. Я пробовал отпускать пацанов у входа в деревню. Они тупо выбегают через ворота с другой стороны. Я даже боулинг устроил. Прицелился, чтоб они попадали сами в нужную точку. Но боулинг с аборигенскими дитями не работает. Приходится подойти и поставить его на нужное место. Ну и последняя задача. Похоронить всех невинно убиенных. Эти дикари красножопые, видимо, совсем не знают, что делать с женщинами. Поэтому тупо вешают их на деревья и расстреливают из луков. Дикари. Правда, на всех женщин не хватило. Поэтому местами в качестве мишени использовались и мужики. Это самая трудозатратная задача. Чтобы устроить один погребальный костер, нужно срубить по меньшей мере 4 больших дерева, пальму и банановое дерево. Очень геморройное занятие. Убитых можно найти вот в этих точках. Ну и остались еще камни с текстами легенд. Какие-то из этих камней находятся на самом виду. Какие-то хрен найдешь. Чтоб было попроще, покажу все точки, где нужно искать. Надеюсь, теперь станет полегче. Пишите, помогла ли вам моя карта. Нажмите чего-нибудь. И всем добра.